Добрый день. С одной стороны разговоры с серией «Корабли не плавают, а ходят». Ну, я этой темы уже касался. Собственно, вообще, в принципе, профессиональное арго – это идти еще за вороты. Ну, а с другой, на самом деле, тема несколько глубже. И я понял, что надо бы ее, ну, по крайней мере, в моем случае, закрыть, потому что постоянно на протяжении многих лет поступают определенные комментарии, вопросы, мнения и прочее на этот счет. Ну, начнем мы несколько с более простых вещей и понятных. То есть, сначала «Корабли не плавают, а ходят». Делал я тут сначала пост, потом выложил видео, посмотрю, может, и под видео будут подобного рода комментарии об истории площади Восстания, бывшей Знаменской. И там стоит монумент в память о 40-летии Победы, установленной в 1985 году. Я его назвал «Стеллой». И вот одна дама стала упорно доказывать, что это не Стелла, а обелиск. Ну, оставляя за кадром вопрос синонимов, я пояснил, что я это слово взял из книжки. И не просто книжки, а я вам даже сейчас покажу, она у меня где-то здесь валяется. Естественно, когда надо, под боком ее не видно. Вот так вот она выглядит. У меня целая серия этих книг. Она называется «Туристу о Ленинграде». Я вообще, наконец, созрею и сделаю некий топ-10 книг, обязательно к прочтению, о городе Петербурге. Так вот, ну, помимо того, что все эти книжки проходили рецензирование, в данном случае рецензент и кандидат исторических наук Великанова, заведующий отделом Музея истории Ленинграда Марголис. Так еще сама эта Севастянова довольно мастит искусствовед. Но суть не в этом, суть в том, что это некая моя дань уважения Ленинградской, в общем, советской, а в данном случае Ленинградской школе краеведения. Потому что, скажем, Московская школа краеведения меня крайне не устраивает. Ибо, ну, вот эти книжки, они у меня здесь. Ну, вот, это не все, да, вот, рабочий. Серия называется «Биография Московского дома. Издательство «Московские рабочие». Ну, не хочу комментировать, скажу об этом в отдельном выпуске. А вот эти книги, они совершенно потрясающие, на самом деле. И в них есть действительно масса полезной и интересной информации. А самое главное, ты знаешь, что она вся проверена. И если не касаться там определенных идеологических изгибов, ну, понятно, там «Дедушка Ленин» и все такое прочее, то там крайне все познавательно полезно и практично для меня, например, как для гида. И там слово «стелы» употреблено. И когда я, например, вожу экскурсию в Париже и показываю монумент на пляс Доле Конкохт, Площадь Согласия, тут тоже называю его и «стелы», и «обелийском», и как угодно, хоть «долотом». У нас вообще на петербургском «Арго» этот монумент называется «стамяской». И никто особо об этом не парится. И никакого, кстати, неуважения в этом нет. Ну, просто вот так его прозвали. Но вот, тем не менее, то есть, какая-то там газета-многотиражка, как мне было отвечено и так далее. Но, суть не в этом. В общем, подобные люди, они были, есть и будут. И если переходить на следующий уровень, то, когда я выложил экскурсию свою по проходным дворам, то там я употреблял слово «брандмауэрная стена». Ну, и тоже было немало, на самом деле. И потом мне лично писали люди, что, ну, а почему «брандмауэрная», почему не назвать ее там типа «защитной» или там «фаерволл» еще, назови в таком случае. Я сам не большой любитель англицизма или каких-то иностранных слов, но дело в том, что это термин, соответственно, который был распространен еще в древолюционной России. Я вам открою страшную тайну. Была такая профессия «брандмейстер» звания, точнее. Я уж молчу про всех этих фельдцейхмейстеров и так далее, которые существовали в Российской империи. Но «брандмейстер» он просто существовал не только в царской России. Он был использован, этот термин еще в РСФСР, до 1940 года он был в обиходе. Поэтому «брандмейстер», «брандмайор», ну и, собственно, «брандмауэр». Поэтому как ее еще назвать? Она так называется, чего вы от меня хотите? Ну, это все такая война, знаете, как бы принципов, кому делать нечего называется. А есть, веющее гораздо более глубокое. Почему я сейчас решил заговорить об этом? Потому что я оговорился и сказал, что бомбы падали на Петербург. И это возмутило ряд людей, потому что не на Петербург, а на Ленинград. Значит, дело в том, что у меня в паспорте написано, что я родился в городе Петербург. Хотя я родился в городе Ленинград. Что мне теперь делать? Мне идти выяснять отношения с паспортным столом или как бы чем? Это первый момент. Второй момент, о котором мало знают вот эти любители написать о том, что Ленинград не Петербург, а Петербург не Ленинград. Потому что мы сейчас поговорим про эти качели в ту или иную сторону. 13 января 1944 года в городе Наневе случилось совершенно уникальное событие. Уникальность которого, если честно, до сих пор, мне кажется, мало кто осознал. Дело в том, что у нас были такие топонимы, как площадь Урицкого, проспект Владарского, проспект 3 июля, точнее проспект 25 октября, улица 3 июля. Речь идет о Дворцовой площади, у Литейном проспекте, о Невском проспекте, Садовой улице и так далее. То есть Дворцовая площадь называлась площадью Урицкого. Более того, там одно время даже бюст им стоял. И все эти улицы были переименованы обратно. То есть они стали Дворцовой, Владимирским, Невским, Садовой улицей. Ничего подобного, например, в Москве не произошло. То есть я что-то не припомню, чтобы площадь Свердлова стала обратно Театральной или, скажем, там улица Кирова стала обратно Мясницкой. Нет. Это была чисто ленинградская тема, потому что люди как-то вот прониклись этой идеей. Они прониклись вот этой связью с древолюционными всеми историями. И тут ведь еще что важно сказать. В конце 30-х, особенно во время войны, поменялся вектор идеологический. Ведь в 1920-х мало того, что наука и история отсутствовала, потому что она была продажная девка империализма, буржуазии и так далее, так еще вы пойдите скажите о том, что, например, не знаю, там, Кутузов, Великий полководец. Памятник Скобелеву снесли на Тверской площади. Ну куда уж дальше? Скобелев-то тут, казалось бы, при чем? Потому что он прислужник проклятой царской власти. И Александр Невский, Долгоруков и так далее, они все были вычеркнуты вообще из общего исторического дискурса. Но все это вернулось. Вернулось вместе, опять-таки, кстати, с погонами, допустим, потому что погоны отсутствовали в Красной Армии. О возвращении погон задумывались, опять-таки, еще до войны. Просто не успели провести эту реформу. Но погоны ассоциировались с белым офицерством. Прежде всего, во время гражданской войны их еще называли золотопогонники. То есть, это было ругательное слово. У нас, как вы понимаете, не было офицеров в армии. У нас были командиры. И все вот эти вот там треугольники, ромбы и так далее, посредством подобных обозначений пытались понять, какому роду войск, в каком звании ты состоишь и так далее. Вернулись погоны. Ну и, в общем, так далее. Всю историю дальнейшую вы знаете. То есть, оказывается, что Александр Невский, святой князь, он настоящий, как бы, герой отечественный. А какого хрена в этом случае надо бы спросить? Если мы продолжим историю дальше, естественно, когда Ленинград переименовался обратно в Петербург, тут были терки, и коммунисты выступали против, бла-бла-бла. Ну, повыступали и, в общем-то, и заткнулись. Хотя у нас существует уникальная система, когда у нас есть город Санкт-Петербург, но при этом Ленинградская область. Это не единственный случай. Насколько я понимаю, есть город Екатеринбург и Свердловская область, да, потому что переименование – это дело не только идеологическое, но еще и финансовое. Насколько бабла на это все. Так вот, есть обратная ситуация. То есть, какого хрена ты Россию ассоциируешь с Советским Союзом, потому что Россия – это не Советский Союз. Этих граждан я хочу расстроить тем, что Россия является правоприемницей Советского Союза. И в 1991 году, и в 1992 году был принятый ряд нормативных актов, где это было отражено. И МИД заявил о правоприемности, например, долгов Советского Союза, Россия и так далее. То есть, на самом деле, вот то, что начал понимать Сталин, а потом все остальные ребята, невозможно как бы выстраивать идеологическую линию отдельно от своего исторического прошлого. И заявы, предъявы и прочее о том, что на самом деле Ленинград не Петербург – это, ну, я не хочу, знаете, таким выступать в качестве такого ватного блогера категоричного. Но это, по сути, как бы акт предательства. То есть, до тех пор, пока мы не будем осознавать вот этот четкий вектор в прошлое и понимать, что нам нужна определенная амальгама между Николаем Вторым, Сталином, Путиным и так далее. У нас ничего не получится в нашей стране вообще, потому что идеологический вектор размыт. И начинается это все с таких вот простых вещей, от каких-то обидок и комплексов. Да, типа, не скидывали немцы бомбы на Петербург. Ну, окей, хорошо, они скидывали на Питер. Потому что Питер – это слово было универсальное и было всегда, особенно в рабочей среде. Оно дико раздражает там некоторую часть интеллигенции. До сих пор у нас в моем родном городе я знаю лично людей, которых бесит слово Питер. Я употребляю вообще без каких бы то ни было комплексов. Но Питер – это, извините, не Леонитер, не Литер. То есть, это слово Петербург, а не слово Ленинград. Поэтому идите лесом, на самом деле. Для меня, что Ленинград, что Петербург, что Россия, что Советский Союз, что Российская империя – это все звенья одной цепи. И если вы хотите жить по принципу, что типа вот у нас сейчас принципиально другая страна, она совсем другая, она вообще как бы не похожа на Советский Союз. А Советский Союз ничем не был похож на Российскую империю, абсолютно. Но вы просто, мягко говоря, вообще не понимаете, как жизнь устроена. Потому что с чистого листа вы можете построить там, не знаю, дом у себя на даче. И то вам нужны определенные вещи, определенные навыки, определенные опыты, там, чертежи, проекты и так далее. А здесь уж о чем говорить. Поэтому это моя давнешняя больная тема. Да, я всегда привожу пример Франции, как им удалось поженить там монархизм и революционность и так далее. Как им удалось поженить либеральную консервативную идею и во что это сейчас у них выливается. Вот это, мне кажется, то, чего у нас в России не хватает и то, за что цепляются вот эти все деятели, которые цепляются за то, что Советский Союз не Россия или наоборот Россия не Советский Союз. Царская империя это совершенно другое, чем Советский Союз. Ну и так далее, и так далее. Вот это то, что я хотел вам сказать. Ваше, так сказать, мнение и комментарии можете оставлять внизу. Увидимся. Пока.